Бесстарашие и упорство. 27 января 1944 года была полностью снята блокада города Ленинграда. Почти 900 дней ленинградцы жили в настоящем аду, радуясь крохотному куску хлеба. В память о тех суровых испытаниях ежегодно проводится всероссийская акция «Блокадный хлеб». Тему продолжит моя коллега Анастасия Евтыса. С каждым годом в России становится все меньше живых свидетелей грозных событий Великой Отечественной войны. Мало кто может рассказать об ужасах и страданиях, пережитых в блокадном Ленинграде. На Ренмаре сегодня живет всего лишь одна блокадница. Валентина Иосифовна Коткина была младенцем в блокадные дни. Когда город был осажден, ей исполнилось всего 4 месяца. Несмотря на это, она рассказывает о тех тяжелых испытаниях, выпавших на долю ленинградцев так, как будто сама была свидетелем этих печальных событий. Все это она знает по воспоминаниям мамы и старших сестер. «В 42-м году я родилась, 2-го мая. А блокада у нас началась в 41-м году, 8-го октября. Папа уже ушел, забрали его. А мама работала. Тоже у нас там колхозы в Ленинградской области. Они оба в колхозе работали. А мама работала на это. Ездили к товарным, на станцию, товарные вагоны разгружали. И какой приходил груз или чего, привозили». Отца она так никогда и не видела. В 41-м его призвали на фронт. Оказавшись за блокадным кольцом, он так и не смог попасть в Ленинград. Позже его объявили пропавшим без вести. До сих пор с трепетом и любовью хранит Валентина Иосифовна Старенька. Вот такое родное письмо отца. «Добрый день, милая моя семья Любочка и мои милые дети Таня и Нюра, племянница Вера. Шлю я вам свой сердечный привет и все, и всех крепко целую. Я жив и здоров, сдал скот, пошел домой, но пришел и пришлось вернуться. Путь мой был закрыт. Пришлось вступить временно в колхоз до первого возможного случая. Так и буду собираться домой, это к маме». Вот Любочка, он всю жизнь звал только ее Любочкой. Любочка. Именно так с нежностью звал Иосиф Тимофеевич свою жену. А она заветно ждала своего любимого и верила, что он вернется. С нескрываемой болью вспоминает Валентина Иосифовна о судьбе своей матери. «Ой, Господи, жалко, что родители очень мало пожили. Она потом его всю жизнь ждала и все вот, все глаза проглядела, когда вот на стуле еще, как говорится, смогла после болезни-то посидеть. Вот меня держат, а я тогда еще маленькая, что в одеяле мечули. Ну, уже понимала, что соседи какие-ли идут, вести какие-то там со станции несут, рассказывают, что вот там-то письмо было в таком-то, а такой-то вот лежит в госпитале. А она не знаю, до каких пор она, может быть, до школы она, до моей, пока я в школу не пошла, она все ждала его». Несмотря на все тяготы и испытания, выпавшие на долю Валентины Иосифовны, она прожила счастливую жизнь. После войны, как и все девочки, работала и ходила на танцы, так и познакомилась со своим будущим мужем. «А тут какой-то новенький, и он так посмотрел на меня, и на танцы пошла, и он меня приглашает. Я, говорит, первый раз сегодня приехала только. Я, ну, не будьте, как говорится, любопытны или чего, я спросила, говорю, откуда? Он, я, говорит, в Творцовой площади. А я говорю, чего? Он, говорит, ну, там тоже, говорит, служба была. А больше, он служил последний год. В Ленинграду он еще был, в Северске район, в городе Северск, там у него часть была. И тут, значит, служил. Мама у меня еще живая была в то время. И как-то мы с ним подружились, с танцев привожает. Немного позже молодые люди поженились, и у них родилась дочь. В 1964 году Валентина Иосифовна переехала в село Несь. Здесь она работала 24 года на местной пекарне, а затем перебралась на Ринмар. Но несмотря на то, что прошло уже более 70 лет, Валентина Иосифовна не забыла те страшные дни в блокадном Ленинграде. А для того, чтобы об этом помнило молодое поколение, 27 января по всей России проходит акция «Блокадный хлеб». Я хочу сказать, что в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне руководители потребительских обществ собирались и думали, каким образом можно внести лепту от кооперации. Поэтому было предложение провести акцию «Блокадный хлеб». Этот блокадный хлеб выпекали к 9 мая и раздавали пока в сельских населенных пунктах, практически во всех центральных усадьбах. Затем в 2020 году эта акция стала уже всероссийской, когда Владимир Владимирович Путин объявил о том, что она будет проводиться 27 января. Сейчас она до этого мы проводили к 9 мая. Но хочу сказать, что технологию мы попросили технолога с Архангельска, который нашел технологию 41-го года и хлеб выпекали именно вот такой. Всего в Наринмаре было испечено порядка 100 буханок. Сегодняшняя технология сильно отличается от рецептуры 125-граммового блокадного хлеба. Но сегодня у нас хлеб был из пищевых продуктов. То есть у нас получается обдирная мука, ржаная мука, масло растительное добавлено, солод и соль. Помимо раздачи блокадного хлеба, в рамках акции прошли уроки памяти в образовательных организациях. Были распространены оливково-зеленые блокадные ленточки. Ленточка, ее еще по-другому называют блокадной ленточкой. Она использовалась на медали за оборону Ленинграда. Поэтому она символизирует ленинградскую победу. Оливковый цвет означает победу, а зеленый цвет – жизни. Акция направлена на сохранение исторической памяти. Она служит проводником к печальным и трагичным страницам истории нашей страны. Акция своего рода стала напоминанием о том, что такие события не должны повторяться.